Пограничные заставы Пограничные заставы Ровно два месяца 67 тысяч километров Тянется наша государственная граница И каждый ее километр Да что там километр Каждый метр ее Постоянно меряют шагами Пограничные наряды Где лыжами Где легкими ботинками Где умтами А чаще всего вот такими обыкновенными солдатскими сапогами, как мои Мою служебную собаку зовут Верта А меня самого сержант Иван Досенко Есть у меня на заставе два друга А третий Верта Это я говорю без шуток Иногда мне кажется, что она и вправду понимает, что служить нам вместе осталось два месяца Лежать, ползи Сидеть Хорошо Сидеть Сидеть Хорошо Хорошо Вот наша застава По ту сторону границы капиталистическое государство, член агрессивного блока НАТО Так что, как говорится, держи порох сухим Это в отношении всего И несение службы И политической, и физической подготовки Да и самой бдительности Которая на границе имеет особый смысл Тем более, что здесь сухопутная граница переходит в морскую По другую сторону моря Которое сегодня тихо плещется А часто и штормит Есть другой берег И другая застава Застава болгарская А названа именем героя Советского Союза Алексея Лопатина Наша застава названа именем болгарского пограничника Осена Ильиева Так и стоят две заставы на двух берегах моря Болгарская имени советского пограничника И советская имени болгарского воина Застава наша Не только служба Но и школа Преподают в этой школе Офицеры, командиры И политработники погранвойск Мы учимся боевому мастерству Но не ему одному Сегодняшний пограничник Не просто хороший бегун или стрелок Человек, стоящий первым на границе нашей Родины Должен быть политически грамотным И образованным ее представителем Начальник нашей заставы Старший лейтенант Косовец Он сам прошел всю школу пограничной службы Наибольше я хочу отметить С точки зрения положительной в службе Стремление достичь более высоких результатов Это сержанта Досенко Ивана Ефрейтора Кудинова Владимира Рядового Бабакова Михаила Ну и вообще каждый пограничник Герой И героика наша складывается не то, что Он задерживает масс нарушителей государственной границы А то, что юноша после средней школы По 17-летнего возраста Проходит в суровые условия Пограничной службы Охрана государственной границы Которая требует постоянно быть В напряжении Высокой моральной, физической закалки Постоянно совершенствовать свое служебное мастерство Этих троих ребят я назвал Не за того, что они у нас единственные герои Среди наших пограничников заставы Имеют многие достижения в службе По охране границы Боевой политической подготовки По другим дисциплинам, результатам Товарищ лейтенант Пограничный ряд в составе Сержанта Досенко Яфрейтера Кудинова Рядового Бабакова За получение приказа на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик Прибыл Службанности можете? Так точно В составе наряда приказа Вы выступили на охрану государственной границы Ведь наряда дозор Задача не допустить безнаказанного нарушения государственной границы Старший наряда Сержант Досенко Вопросы? Вопросов нет Вопросов нет? Приказ ясен Ну вот, сегодня мы уходим на обычную пограничную работу В фильме, который снимали на нашей заставе, вы увидите много Нашу службу, работу, быт, отдых Но знайте, что во все это время Бесшумный, хорошо натренированный Готовый к любым неожиданностям Пограничный наряд Идет вдоль нашей государственной границы Идет там, где мне самому осталось ходить месяц и двадцать дней Малая цель сопредельной территории нарушила государственную границу Пелинг, двести девяносто два, дистанция пятьдесят кабельтовых, время семнадцать часов, восемнадцать минут Боевая тревога Корабль экстренно Бои по ходу приготовить Чехлы снять Тэш командир, корабль к бою по ходу приготовлен Есть Октава шестьдесят восемь Октава шестьдесят восемь Я октава шестьдесят семь От меня покой Двести девяносто два Добро пятьдесят Время Семнадцать восемнадцать Малая цепочка Перешла черточку Вошла в наши воды Понял Нарушение границы Оно одновременно замечено несколькими службами В том числе и нашей заставой Морским пограничникам сегодня предстоит напряженный день Хорошо, что стоит редкая для нашей зимы погода Ясно и солнечно Знаете, часто шагая по морскому берегу Или наблюдая в секрете Размышляешь о том, что море и разделяет и связывает страны и народы И мы, пограничники Должны сделать эту всемирную дорогу Свободной и приятной для друзей И непроходимой для врагов Это наш святой воинский долг Субтитры создавал DimaTorzok Каких только уловок не изобретают нарушители границы Вот хоть сегодня Маленькая на вид совершенно мирная филюга Неспеша под ясным небом шлепает в наши территориальные воды Заблудилась? Ну что это? Выбрасывают ящики Вот это и называется Концы в воду Отверстия! Заходите! Заходите! Хоть заходите! Хоть заходите! В целом, вы заходите! В целом, вы берете! Приготовиться к высадке. Прямо руль. Прямо руль. Прямо руль. Прямо руль. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok И Мишей Бабаковым, рядовым, была испытана и в быту, и в условиях, которые принято называть боевыми Все мы трое награждены нагрудным знаком отличник погранвойск Друзья мои немногословны, но когда говорят, то это верно Когда обещают, то надежно Два года назад я даже не представлял себе, какая есть граница Потом мне она казалась просто линией на карте Затем призвали служить погранвойска Здесь увидел настоящую границу, понял пограничную службу Мне очень нравится здесь служить Я горжусь тем, что попал на границу Встретил таких товарищей отличных, подружился с ними Вообще узнал нелегкую эту службу И увидел, какой здесь красивый край Понял, что такое последние метры советской земли За которыми уже идет чужая страна, чужие люди У меня друзей много на заставе Здесь я нашел все два верных друга Это Миша и Ваня Подружился очень с ними за два года нашей службы С Мишкой вместе ехали в Батуми на призывной Здесь учились на учебном пункте Затем попали на заставу Не только это сдружило нас Но и то, что мы вместе служим Вместе советуемся по вопросам службы Он вообще веселый парень Очень помогает мне часто Поднимает настроение, если на душе грустно С Ваней познакомились здесь на заставе До этого я его не знал Часто ходили вместе с ним на службу Ну, в нем я убедился, что он отличный друг Всегда рядом с ним чувствуешь себя уверенно на границе Чувствуешь, что рядом с тобой находится твердая рука Это очень волевой парень Смелый, решительный Вместе с этими ребятами я всегда могу идти на любое задание Уверен в них, как в себе Солдатская дружба, это много о ней можно говорить Я сам был солдатом, знаю эту дружбу И вот эта дружба как раз является, так сказать, залогом всего успеха Какого-то ни было коллектива Один человек невозможно Одному человеку охранять государственную границу Решать любые вопросы без чувства товарищества, без коллектива Наша служба не может, по-моему, не нравиться Это стоишь все-таки первым Больше никого нет впереди Ну, конечно, все гораздо сложнее Не просто, то ты и на службу ходишь, и работаешь Так что многое не так представлял, как надо Ну, представлял больше так книжно, если можно сказать Ну, там ружье бегают, оружие Все это воинственно так А то, что еще есть хозяйственные работы Это, конечно, не думал об этом Ну, и у меня вообще дядя служил в программной войсках Приезжал, я, ну, видел такого Он со знаками приезжал Еще в детстве Фуражка Ну, это не может, конечно, не нравится Я хожу ночью на службу И вот, лежа около дозорной тропы Вижу, кругом живут люди В окнах горит свет Все, жизнь идет по-прежнему спокойно Там где-то люди отдыхают Смотрят телевизор, пьют чай Кругу семьи Ну, а я здесь один Часто бывает холодно На душе и грустно, и тяжело Думаешь о доме своих родных Кроме бушует море Ночь непроглядная Даже не видно ни одной звезды Но в эти вот моменты я вспоминаю своих родных О этих, о всех простых людях, которые вот живут И здесь я служу, охраняю их покой мирный До конца моей службы Осталось три недели и два дня И обычный день Обычный пограничный труд Обычное дело Ночная тревога Хотя никто и не пытался переходить границу Зато перешел всякие границы Наш обычный дождь Каждая канавка превратилась в реку Если дать возможность образоваться завалом Не сдобровать ни селу, ни нашей заставе Все свободные отнесения службы И солдаты, и офицеры работают, как говорится, от души Дождь длился всю ночь И мы работали всю ночь И в канавках, которые стали бурными потоками И в ручьях, которые превратились в реки Когда наша комсомольская организация Подводит итоги воспитательной работы С личным составом Я всегда вспоминаю такие ночи А их было немало Когда наши ребята по пояс в ледяной воде Работали, не щадя своих сил Ради общего доброго дела И всем было равно тяжело И никто не стоял в сторонке Не сочковал, как говорят Вот это, мне кажется, и есть один из главных итогов Воспитательной работы И тогда, когда через месяц меня дома спросят Хорошие у вас были ребята на заставе Я отвечу Хорошие Ну вот, все и окончено Победили мы воду Иначе и быть не могло И каждый раз возвращаясь в нашу прозаическую Но, честно сказать, исключительно теплую сушилку После тяжелых нарядов Или нелегких мероприятий Которые в армии называют одним словом Хозработы Особенно остро чувствуешь Что все мы Одна семья Здесь в сушилке зачастую возникают Задушевные песни Тихие, но от сердца Словно сыроватые дрова в печи Не сразу разгораются Но уже, загоревшись Не гаснут дружеские разговоры Скоро я расстанусь Со своей пограничной службой Но у себя дома Я всегда буду вспоминать И заставу, и службу И друзей И море И наверняка Вот эту обыкновеннейшую сушилку Здесь нас отогревал огонь печи Здесь наши сердца Грелись у огонька дружбы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самый приятный звук для пограничника Тишина Но есть в пограничной тишине И зловещие звуки Неосторожный хруст Ветки под чужой ногой Ни с чем не сравнимый Тихий щелчок предохранителя Враг пограничника Самый жестокий враг Ему нечего терять Он будет сражаться до конца Мы прекрасно это знаем И всегда к этому готовы Поэтому служба в погранвойсках Одна из самых почетных И ответственных Сегодня в нашей части Большой и торжественный день Молодые солдаты Будут принимать присягу Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то из этих молодых солдат Попадет на нашу заставу Кто-то наверняка получит Мою собаку Верту Будет ли понимать ее Как я Молодые вольются В наш комсомольский коллектив Станут служить под руководством Наших опытных офицеров-коммунистов Товарищ майор Рядовой казенный Для принятия военной присяги Прибыл Пожалуйста Я гражданин союза Советских социалистических республик Ступая в ряды вооруженных сил Принимаю присягу И торжественно клянусь Быть честным, храбрым, дисциплинированным Бдительным воином Строго хранить военную и государственную тайну Беспрекословно выполнять Все воинские уставы И приказы командиров и начальников Я клянусь добросовестно изучать военное дело Я клянусь защищать его мужественно Умело Присяга Один раз в жизни говорятся эти слова Один раз на всю жизнь Все общая ченовисть и президенты трудящихся Прозвольтие трудящихся Прозвольтие трудящихся Прозвольтие трудящихся Строго хранить File Пусть меня паки не трогает Прозвольтие домашних Арбатливое power Всеобщая ченовисть и президенты трудящихся А то, по приказу на рейт alta вибрации Я встающее бездачное Моя Родина Союза Советских социалистических республик И как воин вооруженный стил Я клянусь защищать его мужественно Умело Осво Express Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, дальнейших успехов. Ко многим из молодых солдат в этот день принятия присяги приезжают родители. Ну что ж, так у нас в народе было всегда. Родина звала солдата на службу, мать благословляла солдата. Ведь молодые ребята, только что ставшие полноправными защитниками наших рубежей, прямые наследники славы Никиты Карацупы и Алексея Лопатина, героев озера Хасан, Бреста, Уссури. На север увезут сегодня поезда и самолеты родителей и родственников. На юг двинутся молодые солдаты. Им предстоит служить на дальних заставах, иной раз на таких дальних, что дорогу туда знает лишь вертолет. И все теперь дальше будет в письмах. Письмах, столь дорогих в доме, солдатских, столь дорогих для солдат из дома. И фотографии, снятые в этот день нехитрыми солдатскими аппаратами, станут теперь навсегда семейными реликвиями. В свое время приезжали родители и к моему другу Мишке. На том же самом плацу, наверное, единственном, в погранчастях, где растут пальмы, где когда-то сам Михаил и мы с Володей принимали присягу, они и встретились. Ну что вы, что вы все классите? Приехали Миши всей семьей. Батя – шофер в колхозе, мамаша – ветеринарный врач, три сестренки, близнецы. У них зимние каникулы в школе. В этот день были в отряде и мы с Володей. Миша писал о нас, встретились, как старые знакомые. Познакомьтесь. Здравствуйте. Это Володя. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Это Ваня. Володя. Очень приятно. Ты сестричка, да? Да. Я не говорю, будешь, туда страшно. Ну кто земляк Володи? Я вот. Я что-нибудь писал. Вместе надеемся уехать с ним. Хорошо. Сделал уже. Движем. Верная. Стоит. Я так не знал, что там будет. Все ребята, тебя и Юры только нет. А его до сих пор? Нет. По Англоскому? Тоже на Дальнем Востоке. Ну он, в Сайская. Там ребята прохода уже не дают. Как только встретятся, где Миша? Ну скоро он приедет. Ну все, конечно, отправились в дельфинарий, достопримечательность города. Время. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О своих стариках в отчьем доме... О своих друзьях... О своих подругах... Небосвод над тобой... Опрокинутся синий... Плещут быстрые реки... Вздыхают моря... Широко протянулась... Большая Россия... Дорогая отчизна... Твоя и моя... О тебе, светлакой... Моей зорьки красивой... В эту темную полночь... Вновь задумался я... О тебе, светлакой... Моей зорьки красивой... В эту темную полночь... Вновь задумался я... Моей зорьки красивой... Не пройти никогда... Не пройти никогда... Никакому врагу... В нашей жизни тревожной... Пограничной заставы... О тебе, мое сердце... Я забыть не могу... В нашей жизни тревожной... В пограничной заставы... О тебе, мое сердце... Я забыть не могу... Товарищ лейтенант... Сработал четвертый участок... Левого флана... Граница четвертой левой... А служба идет своим чередом... И полна всяких неожиданностей... Когда объявляется тревога... Делаешь все как положено... Привычно... По боевому расписанию... Капитана Губайдулина... Товарищ капитан... Заставу поднять по команде в ружье... Закрыть участок согласно предварительного плана... Капитан УТД поставить задачу... Поднять добровольную народную дружину... Машину к подъезду... Я выезжаю на место нарушения... Капитан УТД Капитан УТД Капитан УТД Тх-тх-тх! Утätta у Тк-тх! Капитан УТД КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так фиксируется след. Но след-то есть, а нарушителей еще догнать нужно. КОНЕЦ 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 Наш полковник Василий Иванович Илюшкин всю жизнь отдал пограничной службе. Около 600 нарушителей границы задержаны под его руководством. Не знаю, как он нами, а мы им гордимся. Зовем между собой батя. Но я лично задержал 14 нарушителей. Причем мне как-то везло, характерно для меня, что для меня запомнилось. В каждом звании я задерживал нарушителей границ. Интересных случаев в жизни у меня довольно-таки много. Но трудные... Все они по-своему эти случаи трудные. Ведь мне кажется, предвидение встречи с нарушителем, это как раз не тот нелегкий путь, что нелегкий момент, когда надо вовремя отгадать замыслы нарушителей границы. Предвидеть их. На границе я проработал 27 лет. Это по существу вся сознательная жизнь. Граница для меня вся жизнь. На границе видишь в себя. Как бы сказать вам. Самого себя видишь. На что ты способен. Как тебя люди понимают. Как ты их понимаешь. Вот и кончается моя служба. Последний день. Всякое бывало за эти два года. Иной раз и дни, оставшиеся до увольнения, считал. А вот пришел этот день, и сердце что-то щемит. Слишком много пройдено здесь троп. Слишком много вложено труда. Чтобы не полюбить эти места. Чтобы забыть это время. Раз, два, три, четыре. И formatting. И все, здорово. Будьте поднимать. Стук. Раз, два. Давай. Ну все, пойдем. Давай. Давай. Вот и наша смена. Осваивайтесь быстрее, ребята. Граница не делает скидок на неопытность. Граница не делает скидок на неопытность. Маленький участок родного рубежа. Спасибо за друзей, за закалку, за науку. Я не расстаюсь с тобой навсегда. Я просто ухожу в запас. Граница не делает скидок на неопытность. Граница не делает скидок на неопытность. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok